С истечением срока полномочий нынешнего состава Европарламента наступает время подведения итогов. Общественные экологические организации представили в понедельник свою таблицу, показывающую, как голосовали депутаты по вопросам климатической политики, энергетики и загрязнения окружающей среды. Зелёные, оправдывая ожидания, достигли самого высокого показателя за пять лет, опередив левых радикалов и социал-демократов. На другой стороне таблицы самый низкий рейтинг по одобрению перевода экономики на чистые технологии имеют христианские демократы из Европейской народной партии, популисты из фракции европейских консерваторов и реформистов и крайне правая партия идентичности демократия. Либералы находятся посредине. Защитники природы представляют их как партию, умеревшую стремление союза к полному прекращению вредных выбросов в атмосферу. Глава Европейской сети по борьбе с изменением климата считает эту таблицу руководством к действию для избирателей. Глава Европейской сети по борьбе с изменением климата. Глава Европейской сети по борьбе с изменением климата. По подсчетам экологов, лишь меньшинство депутатов Европарламента активно защищало планету и предотвращало стихийное бедствие в течение своего мандата. Кандидатов призывают не отказываться от амбиции зеленой сделки стран ЕС. Однако, согласно эксклюзивному опросу Ipsos для Euronews, чрезвычайная климатическая ситуация находится лишь на шестом месте в списке приоритетов для европейцев после экономических вопросов миграционной политики и социальных тем.